Всем привет! Я рада приветствовать вас на втором выпуске моего ПП-меню на Новый Год. Если вы пропустили первый выпуск, обязательно его посмотрите. Для этого я оставлю вам обязательно ссылку. В том выпуске я показывала, как делать салат и закуску. В этом видео мы будем делать с вами основное блюдо и десерт. Я выбрала такие рецепты, которые достаточно просты. Даже в последний момент вы сможете их приготовить, если вдруг у вас что-то изменится на Новый Год. Но и в целом это блюдо настолько вкусное. И вот когда я готовлю их даже для обычных людей, которые не занимаются правильным питанием, которые едят, в принципе, как обычно, всем очень нравятся эти рецепты. Поэтому 100% вы не прогадаете, если сделаете такое блюдо на праздничный стол. Давайте с вами приступать. Начнем мы с лодочек из баклажанов. Для того, чтобы приготовить это блюдо, в первую очередь нам понадобится, естественно, сам баклажан. Я буду делать один, но если вы будете приглашать гостей, то учитывайте, что на одного гостя идет в среднем половина баклажана. Максимум вам понадобится один баклажан. И то в редких случаях. Зачастую хватает и половинки баклажана для каждого гостя. Помимо баклажана вам еще понадобятся перетертые помидоры в блендере. Я здесь использовала приблизительно около двух небольших помидоров. Также на один баклажан я взяла приблизительно 150 граммов куриного фарша. Еще для присыпки сверху нам понадобится сыр или моцарелла. В моем случае это моцарелла. И тоже я взяла немножко чеснока нам понадобится и немножко базилик. В первую очередь начинаем мы с баклажана. Первое, что я делаю, это отрезаю его верхушку, откладываю. И теперь нам нужно аккуратно разрезать его на две части. Теперь мы берем ложку и я буду ложкой доставать все содержимое нашего баклажана. То есть по сути нам нужно оставить такие себе лодочки. И использовать мы будем баклажан как своеобразную форму. Для того, чтобы потом туда сложить всю начинку. Делается это достаточно просто. Баклажаны достаточно податливые в этом плане. Когда основную часть вы уже достали, можно вот так вот, такими движениями еще пройтись и сделать ровненькие края. Главное смотрите аккуратно, чтобы не сделать дырки в баклажанах. То есть они должны быть целыми. И со второй половинкой делаю то же самое. Теперь, когда эти лодочки готовы, мне нужно поставить их в духовку минут на 15, наверное, для того, чтобы они немножко приготовились. Баклажаны сами по себе довольно плотные, поэтому если вы уже в самый последний момент начиненными их будете ставить, то они могут не успеть приготовиться. Для этого я беру оливковое масло. И все, что мне нужно, это буквально совсем слегка их смазать полностью оливковым маслом. То есть я буквально капельку поливаю. И вот так вот хорошо обмазываю все баклажаны, после чего выкладываю его на противень. Теперь я беру эти баклажаны и поставлю их в духовку. Духовку мне нужно приблизительно поставить на градусов, наверное, 180. И я поставлю минут на 15, где-то вот так приблизительно. Но всегда поглядывайте, что с ними там происходит, чтобы они, естественно, не подгорели у нас. Теперь самое время приготовить начинку для баклажанов. Для этого мы возвращаемся с вами к тому, что мы из них выковырили. И теперь нам нужно это содержимое, сам баклажан, собственно, очень мелко нарезать. Если вы будете готовить сразу много баклажанов, то я рекомендую эту начинку протереть в блендере, чтобы не сильно терять время. Но так как у меня всего один, я вот так вот довольно меленько просто нарезаю. Баклажан я нарезала, теперь переходим к плите. Я ставлю на разогрев свою плиту и совсем чуть-чуть добавляю оливкового масла. И теперь я первое, что отправляю в сковородку, это баклажан, который я нарезала. Нам его нужно сначала слегка обжарить, а потом мы и все остальные ингредиенты тоже туда постепенно будем добавлять. Как только баклажан немножко поджарился, самое время добавлять туда фарш, потому что готовятся они приблизительно одинаковое время. Поэтому добавляем сразу фарш и начинаем дальше обжаривать. Как только вы видите, что курица уже стала полностью белой, самое время добавлять помидорки. Я их выливаю сюда и сразу же сюда же мы добавляем наш чеснок и базилик. Чесночок сразу туда же. Чеснок, кстати, отлично сочетается с баклажаном, поэтому не пропускайте этот шаг. И совсем слегка еще присыплю это базиликом. Так как помидорки достаточно влажные, все это у нас уже начинает слегка тушиться. И мы это готовим до того момента, пока все ингредиенты, естественно, не приготовятся и пока это все не образует одну сплошную такую массу. На этом этапе также не забудьте, что нужно немножко посолить и по желанию поперчить вашу начинку. Нет, это точно плохая идея готовить, когда ты голодный, потому что желудочный сок и слюни меня сейчас просто убивают. Ребятки, по-моему, оно уже полностью готово, поэтому я его сейчас буду снимать. Тем более у меня уже прозвенела духовка, что готовы лодочки, поэтому сейчас будем приступать именно уже к начинке. Самое время достать баклажаны из духовки. Они уже отлично подрумянились и даже успели немножко подостыть, поэтому я могу их легко взять в руку и начинаю закладывать в них мою начинку. Я люблю так накладывать с горочкой, не жалея. И как раз этой начинки, мне кажется, мне идеально хватило, поэтому все ингредиенты, которые я его называла, именно в таких пропорциях идеально и подходят. Все, что мне осталось сделать, это слегка присыпать их сверху сыром. Я буду брать моцареллу и я буду на крупной терке нарезать, потому что моцарелла, конечно, она довольно мягкая. Выкладываю это все сверху аккуратненько. Все, теперь отправляем это минут, наверное, на 5, максимум 10 в духовку, потому что, в принципе, у нас уже все готово. Осталось только, чтобы у нас растворился сыр немножко сверху, поэтому отправляем в духовку буквально на несколько минут. Вот и все, наши лодочки готовы. Последнее, что нам осталось, это как-то украсить. Я их выложила на тарелку, совсем слегка присыпала сверху брынзой. Это вообще не обязательно, просто такой какой-то снежный мотив мне увиделся. Я вот так вот как-то украсила. Вы можете украшать какой-то зеленью, как вам нравится, и сразу подавать на стол. А сейчас давайте приступать к десерту. В качестве десерта я хочу предложить вам тыквенный пирог. И, пожалуйста, сразу не пугайтесь, что тыквенный пирог, какое-то вообще праздничное блюдо, но я вам предложу такой вариант, что вы его вряд ли отличите от настоящего шоколадного пирога. Очень вкусный. Никто никогда еще не сказал, что это тыквенный пирог, потому что вы увидите, что финальный результат у вас очень поразит. Для того, чтобы его сделать, я предварительно уже приготовила полкилограмма пюре тыквы. Для этого тыкву достаточно просто отварить маленькими кусочками, а потом я в блендере это все размолола, и получилось у меня вот такое вот пюре. Дальше мне понадобится 50 граммов какао, также мне понадобится 40 граммов овсяной муки, еще мне вам тоже понадобится 100 граммов сухого молока, здесь около 1 чайной ложки разрыхлителя, 1 чайная ложка корицы. Корица, кстати, очень круто убивает вот этот тыквенный запах, но главное не переборщить. Хотя, если вы любите корицу, можно немножко ее побольше положить. Я корицу не очень люблю, это конкретно у меня такой нейтрализатор тыквенности, если можно так сказать. И еще мне понадобится для этого 4 яйца и сахар по вкусу. Вы можете использовать сахар-разменитель, вы можете использовать коричневый сахар. Я взяла совсем немножко белого сахара обычного, где-то у меня там примерно 2 столовые ложки. Теперь, по сути, у нас все элементарно просто. Достаточно просто все эти ингредиенты смешать. И постепенно я вам рекомендую их немножко помешивать, чтобы у вас не было комочков. Если вдруг будет много комочков, опять-таки в блендере вы просто забросьте. Муку после этого я сюда высыпаю. Вот уже на этом этапе даже не скажешь, что это тыквенный пирог будет. Он уже совершенно на тыквенный не похож. После этого я добавляю еще сахар на руку и все ингредиенты оставшиеся. Еще сюда мы добавляем одно целое яйцо. Три пока оставляем, не трогаем. Как видите, размешивается оно довольно просто, то есть у вас не должно быть каких-то комочков. И тесто получается достаточно жидким. Не пугайтесь, это так и должно быть. И последнее, что осталось, мне тут еще сахарок добавить. Вот такая консистенция у вас приблизительно должна получиться. Теперь что нужно сделать? Я беру эти три яйца и отделяю желтки от белков. Желтки мы пока откладывать будем в сторону. Белки мы будем взбивать до густой пены. Если вы все сделали правильно, то у вас должно получиться вот такая вот тена, которая не туда надевается, как вы ее не поворачиваете. Откровенно говоря, этот шаг с белками можно пропустить, но он делает тесто намного более пышным и таким воздушным. Если вам нравится больше в стиле что-то брауни, то тогда вы можете этот шаг пропустить и уже вот готовое тесто просто заливать форму и выпекать. Я начинаю все аккуратно перемешивать и старайтесь вот так вот с краев заворачивать и в центр выкладывать. Чем меньше вы будете разбивать текстуру белка, тем более пушистое у вас получится тесто. Вот, наверное, на этом хватит. Он еще так немножко пузырится. Это видно, что воздух выходит. Пока он весь у нас не убежал, я быстренько беру форму. Форму можно выстелить пергаментной бумагой для того, чтобы ничего не прилипало. Но это, откровенно говоря, немножко портит форму самого пирога, поэтому я все-таки люблю немножко оливковым маслом смазывать форму. Что я сейчас и делаю? И выливаем наше содержимое в форму. Ставим уже в предварительно разогретую духовку на 180 градусов и выпекать нужно будет 45 минут. Самое время приступить к глазури. Глазурь вы, в принципе, тоже можете пропустить, но я все-таки рекомендую вам этот шаг, потому что с глазурью получается немножко более пропитанный этот пирог и, на мой взгляд, более вкусный. Для того, чтобы приготовить нам глазурь, понадобится 200 мл молока. Я взяла обезжиренное молоко. Один желток понадобится из тех, которые мы отделяли ранее. Также я здесь взяла приблизительно полторы ложки какао, две чайные ложки кукурузного крахмала здесь и еще приблизительно две чайные ложки сахара я взяла. Все это дело я ставлю на плиту. Начально выливаем молоко. Ставлю, кстати, сразу очень маленькую температуру, потому что иначе молоко просто у нас закипит. Желточек туда один. И все остальные ингредиенты сразу все вместе можно туда высыпать. Теперь начинается очень скрупулезная работа, потому что это нужно на медленном огне постоянно помешивать до состояния полного загустения. Тогда, когда вы уже видите, что это все будет превращаться в очень такую густую текстуру, тогда можно будет это снимать уже и готовить для того, чтобы поливать наш пирог. И последнее, что нам остается, это, собственно, украсить глазурью наш пирог. И, как вариант, все это в конце мы можем просто присыпать еще вдалем. Наш тыквенно-шоколадный пирог готов. Ну вот и все. Приготовили мы с вами основное блюдо и десерт. Надеюсь, что вам понравились эти рецепты. Скажу вам честно, я уже много раз их на себе пробовала. Ни разу я после них не поправлялась, не прибавляла в весе, поэтому даже исходя из того, что я использовала обычный сахар или какие-то еще ингредиенты не совсем диетические, все равно я считаю, что эти рецепты можно отнести к правильному питанию, потому что вы не используете, по сути, ничего там сильно плохого, поэтому поправляться после новогоднего стола вы не должны. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить мне палец вверх. Обязательно посмотрите прошлое мое видео с закуской и салатом. Я уверена, оно тоже вам понравится. А мы с вами увидимся в других моих видео. Пока! Ну вот и все. Макияж глаз на этом закончен. Продолжайте смотреть, и я покажу вам, как я оформила макияж лица. Сегодня же я решила сделать такое видео, которое подытожит абсолютно все, что было сделано. И вот если я могу выдавить какую-то эссенцию из всего, что было на протяжении этих трех месяцев, гáisлеша. ��ский memorable Baby Rapaz. снг, Большое. Большое. Буду. Большое. Большое.